Так, давайте посмотрим, почему связан кадровый голос. Да, действительно, сейчас рабочий на заводе, на уцелевших заводах, подчеркиваю, на уцелевших, 40 тысяч предприятий с 91-го года было уничтожено, из-за того, чтобы быть модернизированы, их просто уничтожили, убили. Это как в больнице, извините, врач-садист, из-за того, чтобы лечить больных, он их убивает. Кто выздоровел сам, пусть выздоравливает. Не выздоравливаешь и убивает. Одной, действительно, сейчас рабочий на уцелевших заводах получает больше, чем белый воротничок, офисный планктон. Но молодежь туда не идет. Почему? Потому что все равно приятнее бездельничать в офисный планктон, потому что учиться на рабочего, на инженерного, на квалифицированного работника долго. И набирать опыт долго. Кроме того, заводы все-таки не могут платить, я считаю, достойную зарплату нашим инженерам и высококвалифицированным рабочим, потому что наша партия сделала, провела эксперимент. На одного из наших товарищей есть завод в Ростове, есть в Канаде. Современный завод в Канаде. Трактор строительный. Сделали эксперимент. Вроде как перенесли завод суда. В Канаде одно и то же оборудование. Производительство труда высочайше. В Канаде 16,4 миллиона долларов прибыли он дает в год. Здесь 21 миллион долларов убытка. За счет чего? Не за счет коррупции, не за счет нечестных судов. Даже если бы не было коррупции, все суды были бы честные. Только за счет очень высоких процентных ставок по кредитам и огромных налогов, которые больше канадских на самом деле в Российской Федерации, завод полностью лишается прибыли, вылетает в 21 миллион долларов убытку. Самое современное предприятие. Чтобы в Российской Федерации предприятие работало, оно должно работать не просто на уровне западных образцов, оно должно работать на десятки процентов лучше западных. То есть русские должны превышаться в живых роботах, терминаторов, которые не едят и работают даром, наверное, без зарплаты. На отопление ничего не расходует. То есть на самом деле, чтобы людей опять на завод вернуть, нужно вернуть престиж промышленности. Нужно изменить из ВТО, нужно принять разумную экономическую политику, протекционизма и активную промышленную политику, о чем говорит нам, например, наша партия делает. Тогда действительно рабочие инженеры станут героями, работать станет престижно. Безусловно, под такую политику надо изменять совершенно ради телерадиовещания, газеты и прочее. Надо опять, как в Советском Союзе, ну не так дубово, а уже на уровне новом, воспевать людей труда. Посмотреть, сколько может, сколько сделал этот человек, его завод, чего они добились. Да мы размещали ролики, как наши комбайны бьют на соревнования Джона Дира и прочее. Так смотрели же, приятно, русский комбайн бьет нафиг, классы и прочее. Вот так же посмотрите, когда будет процветать промышленность, когда русские машины, русские самолеты, экранопланы, гиропланы, вертолеты, все что угодно будет показываться, как мы побеждаем, и атмосфера изменится, понимаете. Тогда офисный пункт начнет просто отмирать. Но плюс нужны, наверное, некоторые меры по возрождению вообще профессионально-технического образования, уже на новом уровне. Потому что я же видел, как все профессионально-технические училища просто уничтожали. И закрывали, все сделали, школы менеджмента, официантов, диджеев, подстаканников, подторельников, или вообще там магазины открывали. Говорили, ну же рынок же не требует. За рынком никогда, образование никогда не должно уйти за рынком, образование должно всегда идти вперед. Потому что если образование будет идти за рынком, оно просто самоуничтожится. То есть все, есть только комплексное решение. Для начала надо начинать новую индустриализацию. А индустриализация – это комплекс мер. Как в 30-е годы. Потому что тогда не только заводы строились, когда строились и образование, и парашютные вышки, и стадионы, и клубы научно-технического творчества. Вот как бы при Сталине, если бы начнем такую комплексную политику, тогда изменится. А эти могут что угодно там. У них ничего не получится.